Всем шалом, Артурию на связи. Хотелось бы рассказать несколько вариантов, вот прям сходу, такой небольшой записать видосик. Именно Голфар, именно для новичков. То есть, и для себя я, наверное, выбрал это несколько вариантов. Это, наверное, самое оптимальное, это рыбалочка. То есть, вам всего лишь нужна удочка, нулевой уровень в рыболовстве, и вы сразу же можете, грубо говоря, уже добывать, опять же, там рыбу или какой-то ресурс, чтобы выставить его на аукцион и озолотиться голдой. Давайте сразу же все по классике, без воды, без лишнего, сразу же перейдем к делу. Нам, на самом деле, нужен, наверное, самый минимум для фарма, грубо говоря, голды на этом просто изи-способе, да. Мы в Долоране, возле вечерней зари, подходим к ЭТПС, к Марсии. Подходим, нажимаете, обучите меня, обучаетесь рыбалочке. После этого обязательно берете, покупаете именно удочку. Одеваете удочку, нажимаете заклинание способности, и вот тут в профессиях рыбную ловлю можно воткнуть куда-нибудь в удобное место. После этого мы летим в локацию, в запределе, в Награн. Попасть можно следующим образом. В Долоране, где стоят все порталы, телепортируетесь именно в Шатрат, и оттуда потихонечку долетаете. Но при этом обязательно обучитесь полетам в непогоду. Это стоит, если я не ошибаюсь, тысячу голды. Ну, на самом деле, это немного, то есть вам в любом случае это нужно будет. Вот мы уже в Шатрате садимся на маунта и летим до нашей локации. А локация находится вот у нас в троне стихий, именно вот здесь, чуть-чуть выше. И в нашем случае нас именно интересуют вот такие вот луночки. Просто берем и подлетаем к вот этой вот луночке, спешиваемся с маунта и закидываем именно в луночку. Именно в лунку, и как только у вас будет клювать, вы услышите опять же такое звуковое сопровождение, или у вас дернется поплавок. Как только он дергается, правой кнопкой мыши вы на него нажимаете и лутаете частицу воды. Как можете видеть, одна штучка на аукционе стоит 12 голды. После этого мы летим на следующую точку. Маршрут я, в принципе, сейчас расскажу и пропишу. То есть вот так же мы спешиваемся, закидываем именно в луночку. С первого раза, если не получается, ничего страшного. Закидывайте до тех пор, пока оно в лунку не попало, вот как сейчас в нашем случае. Мы сидим, ждем, опять клюнуло, вытащили. Опять закидываем до тех пор, пока лунка именно не исчезнет. Обязательно ловить только в этих лунках. Летим к следующей луночке. Следующая луночка у нас находится вот здесь. Вот так же, все по классике. Спешиваемся с маунта, закидываем удочку и ждем, пока клюнет у нас. И как только вы сделали 10 штучек, на нее нажимаете правой кнопкой мыши, то есть объединяете 10 частиц воды в одну изначальную воду. По статистике с аукциона лучше всего уходит именно изначальная вода. То есть, грубо говоря, у нас ушло тут буквально около двух минут, и мы заработали даже меньше. Минуты полторы, и мы заработали, грубо говоря, 120 голды. После этого мы спускаемся вниз, потому что еще там луночки еще не восстановились. Мы спускаемся вниз и летим к следующим лункам. То есть, вот тут по озеру, по реке, если как ее можно назвать, ловим именно следующее. Нам нужны косяки с частиц воды. Тут уже ребятушки ловят, уже, видимо, знают об этом споте. Так что, ребятушки, будете одним из первых, кто знает этот спот. То есть, летим дальше и смотрим. Это нам не подходит, это не подходит. А так вот, вот здесь у нас еще один спот. Вот здесь находится, где ловит, вон у нас, шаманчик. Спот еще один, если не ошибаюсь. Вот здесь, вот он. Все правильно, вот он. Вы ловите его. И, по-моему, именно вот там вот дальше. Да, вот они, чистая вода, как можете видеть. Вот этот спот чистой воды. Вот этот спот чистой воды. Это уже спот другой. И по вот такому роуту вы летаете, грубо говоря, там можно фармить за час, ну, около, наверное, ну, минимум 5000 голды, это точно. Это был именно вариант номер один. Следующий вариант фарма, это у нас уже идет именно в Нордсколе, в Седых Холмах, в Бухте Торговцев. Это идет именно база, так сказать, ренегатов. Но если там аккуратненько фармить, то вас там бить и обижать не будут. То есть там нужна, именно там мы ловим именно рыбу. Вот. И рыба там уже подходит для рыбного пира. И с аукциона она уходит на порядок, опять же, быстрее, чем та же изначальная вода. Ну, я, короче, улетел. Ну, для вас это будет буквально пару секунд. А я, короче, помчал. И вот мы уже в Бухте Торговцев, именно в Седых Холмах. И, грубо говоря, мы берем и подлетаем именно вот сюда. Тут, видите, уже много вот этих вот лунок. И чтобы у вас отображался именно поиск рыбы, это когда вы нажимаете на вот эту вот кнопочку, так сказать, на вот это вот заклинание, у вас на миникарте будет отображаться такие вот косяки. Но вам нужно выбить, чтобы у вас вот это отображалось, вам нужно потрепанный журнал. А из трепанный журнал можете выбить из ящиков, при этом просто ловите рыбу где угодно в Нордсколе. Аккуратненько берем вот сюда, подлетаем, потому что вон там база уже идет. Ренегатов вас могут просто запинать там, поэтому будьте осторожны. Вот так же подлетели, бешились с маунта и закидываем удочку и по классике ловим. И что нам тут упасть может, это, грубо говоря, вот как можете видеть, это сосоконь и морской дьявол. Лутаете, ловите с аукциона, это уходит очень-очень-очень хорошо. Это вот такой же, грубо говоря, способ, как и частица воды. Вот, но частица воды не так хорошо уходит, как, грубо говоря, именно вот эта вот рыба. Она с аукциона практически улетает быстро. Также ловим, вылавливаем все вот эти вот луночки, что есть доступные, и летим на следующий спот. Но, по факту, тут вы даже не успеете улететь на другой спот, потому что здесь лунок очень много, очень много. И поэтому вы, как только выловите там лунок 5, а остальные, которые вы ловили до этого, они уже откатятся. Вот такой вот, ребятушки, у нас получается фарм, грубо говоря, по моим подсчетам у вас за час будет выходить, как минимум, от 5 и там до 7 до 8 тысяч голды. В зависимости, как вы будете, опять же, ловить рыбу. Вот, но если вам понравилось видео, ставь пальчик вверх, пиши комментарий, может быть, что-то тебе непонятно. Сразу же скажу, что для экспертов, которые будут кричать, да вот, это фарм, туда-сюда, об этом все знают, и 5-10, ребят, очень много новичков, которые мне задают вопросы. Артур, как это, как где фарм, не голды, и, грубо говоря, вот это вот фарм, ничего, вам ничего не надо, вам нужна всего лишь только удочка. И все, и, грубо говоря, нулевой уровень рыбалки. И с помощью этого вы можете заработать голду, ничего при этом практически не делает. Так что, кому понравилось видео, ставь пальчики вверх, пиши комментарий, и, если вам интересно, я в следующую часть запишу, как поднимать уже большие цифры, как поднимать голдишку на тех же боешечках в ЦЛК, на тех же проходах в рейдах, это в Каражанах, это в ГМах и так далее. Там уже будут суммы, конечно, намного получше, потому что там уже по 20 плюс тысяч, так сказать. Поэтому, если интересно, пиши комментарий, ставь пальчик вверх, нажимай на колокольчик, и, конечно же, залетай на ежедневные стримы. Это в 7 часов вечера по МСК, ну а на сегодня все у нас получается. Всем спасибо за внимание и покедова! Субтитры сделал DimaTorzok